всем привет вы находитесь на моем канале у дениса кузнецова в гостях и сегодня у меня точнее я в гостях у очень крутого человека это марк малиновский основатель крутого сервиса купонатор кто не знает есть такие купоны купонные сервисы это агрегатор таких штук вообще крутой чувак на самом деле пожалуй один из самых крутейших у кого мы берем интервью сейчас марк с нами поделится секретами своего успеха как он к этому пришел ну и помочь ему немножко вопросов привет привет марк привет приятно что посетили меня да тоже очень приятно у тебя очень красивый крутой офис у марка находится офис москве сити башни федерации восток здесь просто потрясающий вид бизнес вообще как ты решил что ты хочешь стать предпринимателем я москву переехал около десяти лет назад когда еще был программистом 1с и вот у меня был офферов в саму компанию 1с я проработал там некоторое время там около двух лет понял что я не хочу чтобы у меня было там какое-то ограничение потолок по зарплате по карьере и понял что безграничное это может быть только если ты сам на себя работаешь если ты предприниматель бизнесмен и в то же время я понимал что я хочу построить такой бизнес там где нужно будет один раз что-то сделать очень хорошо и этим смогут пользоваться миллионы людей и сразу же выбор пал на интернет где можно сделать какой-то сайт сервис и могут туда заходить миллионы людей я делал многие проекты экспериментировал много денег потратил до запуска купонатора хотя я ожидал что там первый проект уже сразу у меня выйдет второй проект не сразу все получалось набрался опыта вот а потом потом просто очень часто пользовался купонами и видел необходимость в сервисе который который можно зайти посмотреть купоны со всех сайтов потому что мне очень удобно было самому заходить на после полуночи на каждый сайт смотреть вот так это классно скидка где находится у меня далеко не поедут и чтобы они еще на карте были прикольно то есть ты нащупал боль клиенту да через себя нащупал боль клиентов это круто вот и долго думал делать не делать делать не делать этот проект потому что я сам вообще не программист для веба вот у меня был уже первый мой сотрудник получается студент ярослав который по вечерам программировал для меня мои другие интернет проекты я не хотел его срывать других проектов на купонатор потому что думал нужно сначала хорошо сделать один проект а потом уже переходить на другую вот ну поэтому чтобы его не трогать я сам делал купонатор прикольно то есть сам руками или все-таки привлек сам 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 ничего себе то есть это человек фактически скульптор программирования он взял стамеску то лото и начал постепенно отсекать ненужное писать коды да получается это бизнесмены это не просто бизнес да мы все художники или скульпторы или там ну какие-то другие профессии мы в итоге создаем правильно марк да используем свой предыдущий опыт для создания своего бизнеса вот я как программист 1с я быстренько сделал базу данных на 1с и легко и начальными данными и придумал что ведь можно же запрограммировать чтобы html файл формировался это конечно такое кривое решение но он остыли до простонародье называется да очень быстро и она работает я за два часа сделал первую версию сайта выпустил его еще назывался карта купонов и пошли пользователи пошли потом я вспомнил проект банкоматор это карта и банкомата можно выбирать почему не назвать купонатор купонатор хороший название переименовал через пару дней в купонатор прикольно прикольно вот видите ребята на самом деле бизнес создается многие думают что надо что-то глобальное долго сложно создавать на самом деле все ну большинство бизнесов которые знаю создавались вот так раз и решение за два часа создан сервис потом его марки думаю постоянно дорабатывал совершенствовал я думаю делает это по сей день да потом он для меня окупился на следующий день потому что там эти два часа затраченные так пару тысяч рублей я уже заработал на следующий день потому что написал в блогах в обсуждениях про какие-то купоны сайтов ребята так много купонных сайтов а все не расположены заходите народ был очень доволен он заходил он уже потом сам комментировал и постоянно все росло-росло я начал вкладываться в директ и рост там был просто нереально к концу года с августа буквально за четыре за пять месяцев мы там достигли оборота где-то под десять тысяч долларов вот это был уже сигнал марк давай нанимай сотрудников снимай офис увольняйся со своей работы и начинаю же круто то есть ты это еще делал получается находясь на работе в компании по вечерам программировал круто реально круто то есть понимаете кто-то сидит на работе ночами скорпит делает и потом раз выстреливает не обязательно просто заниматься только бизнесом можно и параллельно видите вот марка это получилось и ну как бы это реально круто хорошо окей а какие у тебя еще проект есть кроме купонатора вот проекту купонатор уже пять лет и первый год это был огромнейший рост второй год это было была стабилизация третий год это было огромное падение это очень почему интересно почему третий год было падение потому что купон это было модно это было что-то новенькое и все кому не лень они пробовали пользоваться купонами просто невероятно было как можно дать там 80 процентную скидку ресторан все не верили хотели просто попробовать дали снять на это работает вот а потом уже как-то все устали от этого и просто мода прошла и пошел большой спад где-то в три раза от максимального оборота мы вот к текущему моменту упали вот то есть третий год это огромный спад четвертый год это уже такая стабилизация совсем небольшой спад и вот сейчас пятый год уже заканчивается уже закончился пятый год это у нас был уже абсолютно стабильность и мы очень сильно оптимизировали бизнес у нас раньше было до 30 сотрудников в штате сейчас у нас работает два на полную ставку и три там по несколько часов в день то есть максимум три сотрудников на текущий момент работы ну и по сути больше и не нужно насколько я понимаю бизнес построен он работает как швейцарские часы то есть сбылась по сути твоя мечта то что ты планировал сделать оно и получилось да именно так вот и получается в середине где-то пятого года получилось сделать сервис который просто сам по себе работает и у меня наконец освободилось время и самое главное моя энергия мои мысли что можно заниматься какими-то другими новыми проектами вот и поэтому где-то там четыре месяца назад я придумал новый проект который мы сейчас развиваем над ним уже больше 10 человек работает в штате и идем намеченным намеченными темпами и все хорошо когда ты планируешь запуск дело в том что этот проект был сделан тоже мой мною на 1с и правда не за два часа а где-то за месяц этот проект уже тоже запущен на него уже даже там есть яндекса из гугла до 100 человек день просто так заходит он уже немножко раскрутился на нем уже очень много контента потому что пять человек каждый день работают а что за проект расскажи если уже он открыто запустился если можно рассказывать рассказывать да пожалуйста это проект это поисковые системы по услугам это как яндекс маркет там товары и можно видеть расставить этот проект про услуги про фотосессия массаж прокат автомобиля бильярд более юридические услуги дизайн клининг абсолютно все то что можно сказать что это услуга там размещается сейчас уже размещается больше более стал услуг и все они структурированы по каким-то свойствам то есть если это прокат автомобиля это цвет машины марка двигатель сколько стоит за один день сколько стоит за 5 дней и так далее и удобный фильтр для пользователя чтобы он выбрал именно то что по нужным показателям по нужной для него цене интерфейс был для этого проекта просто сделано тоже быстренько на коленке и сейчас интерфейс разрабатывают профессионалы где-то через месяц через два круто прыгают в том состоянии в котором можно им гордиться и который будет уже раскручиваться суши это круто потому что на самом деле наши того мысли немножко пересекается когда-то давным-давно я тоже хотел сделать систему коллективных закупок на то есть система купонов еще когда не было группа на когда еще дармере занимался продажей товаров каких-то непонятных это было в 2006 году мне даже есть домен покупаем вместе но я не реализовал всю эту штуку потом я думал на тему того что блин классно сделать услугу потому что я это заморочился мне нужны были какие-то сантехники электрики как мне их найти блин прикольно было бы карта геокарта где я хлоп там и мне нужен сантехник качпок и вижу как вокруг меня сидит такие куча сантехников без дела я раз ему и он мне сразу звонит приезжает там делает то есть как бы прикольная тема на самом деле идеи висят они в воздухе это круто что просто они могут это реализовать а другие не могут марк из тех людей которые это реально может сделать вот слушай круто гео-таргетинг есть мы сделали гео-таргетинг услуги привязки гео-таргетинг еще нет но все это на карте можно увидеть так вот пока нет какого-то приложения в котором он определяет где ты находишься и показывает ближайшие услуги это обязательно делаем дальнейшем в течение полугода конечно же обязательно есть карта список еще значит надо значит надо еще сделать надо связать с социальными сетями то есть гео-таргетинг ловит что ты находишься в этом районе потом ты в статусе написал ой как плохо у меня шпаклевка на стене отвалилась как у меня найти маляра и так у раз все это свалил на вот это вообще круто есть тоже подобные подобные мысли и мы на самом деле сейчас еще реализуем еще один проект он уже помогает что-то найти по рекомендациям по понять чем твои друзья пользуются и иметь просто в кармане телефоне личного помощника который может найти все что угодно личный секретарь до личный секретарь потому что какой бы интерфейс удобно не делали им нужно разбираться и порой проще позвонить проще позвонить либо просто в чате написать скажите где мне там сделать маникюр там такой-то в этом-то районе там через час еще запишите меня если там это все понравится вот тоже делаем такой сервис прикольно интересные системы но хорошо расскажи другую штуку ну вот вообще все программисты они такие люди как бы не очень обычные скажем так у каждого своя штука то есть один там разговаривать не может может только третий может разговаривать но как-то никто его не понимает как-то установил эту связь ты и программисты что они тебя понимают плюс какие-то другие люди но я имею ввиду покупатели то есть есть с одной стороны у тебя как бы зона цифры в которой я так понимаю ты как рыба в воде плаваешь где с ними имеешь ну можешь наводить нормальный контакт а вторая это зона уже общения живая с людьми как ты вот соблюдаешь этот баланс что и там понятно и тут понятно ну там где зона цифров как непонятно это вот такой вот я родился в этом разбираюсь хорошо вот а с точки зрения пользователя ведь я тоже сам пользователь мне тоже сам удобно использовать какой-то определенный интерфейс один сайт а не другой вот и я это смотрю по себе плюс конечно так как я сам программист и понимаю что не смогу там объективно оценить как людям лучше а как уже для этого есть очень хорошие инструменты тестирование когда два различных интерфейса запускаешь вот для своей целевой аудитории и они распределяются 50 на 50 например и система сама видит где больше конверсия значит а что такое конверсия у нас просто не все люди такие умные как ты конверсия это отношение количество людей которые сделали какое-то действие к общему количеству людей интересно ясно скажи но вот ты сейчас успешный молодой красивый столько проектов все круто но наверняка ты в жизни совершал какие-нибудь бизнесе ошибки провалы да вот расскажи самые яркие какие-нибудь вот моменты которые ты помнишь и как бы сейчас вспоминать о них уже смешно но тогда это казалось провал провал ну как я уже говорил купонатор он не сразу у меня как первый проект выстрелил пришлось совершить ряд ошибок было даже время когда я сначала первый проект работал по вечерам потом понял что мне нужно больше отдавать свои энергии времени на новый проект поэтому я уволился с компания 1с у меня ничего не вышло деньги закончились и пришлось устраиваться на работой и по вечерам продолжается уже делать этот проект новый проект вот но опять таки да это были ошибки но благодаря этим ошибкам я чему-то новому научился стал сильнее да вот а если брать уже во время купонатора то тоже я пытался запустить это новые проекты по онлайн записи по каталогу организации с отзывами я их в кое-каком виде запускал но не занимался ими полностью потому что купонатор мне нужно было заниматься на полный рабочий день а нанимал сотрудников которые руководили этим проектом вот из-за того что не было бы большой моей вовлеченности вот эти проекты совершенно не развивались и приходилось фиксировать убыток и закрывать ну то есть сам неактивно не участвовал то есть вот моя мысль такая что если ты сам активно не участвуешь в проекте и не понимаешь как он устроен чаще всего проект идет вниз по наклону во всяком случае это было у меня так несколько раз я сам потерял ни один уже бизнес именно таким же способом сли слив его но если у вас есть система которая позволяет дистанционно это все контролировать тогда вполне возможно как бы не работает что делать сейчас и марк по сути купонатор отстроен у нее есть ключевые показатели насколько я понимаю рубильнички по которым он следит смотрит как у него все настроено по сути этого достаточно для нормального управления всеми процессами да важно выстроить систему и тогда ее уже можно передать на сотрудникам чтобы они ее делали а вот само начало когда на стадии стартапа тогда конечно нужно полное вовлечение собственное и никакой сотрудник который у которого фиксированная зарплата либо там какой-то небольшой бонус не сможет сделать развить компанию вот еще такой момент насколько я знаю ты тоже являешься куратором учишь группу у тебя причем с достаточно солидным доходом плюс 120 скажи чему ты хочешь чему я хочу учу я их чему-то учу и они меня на самом деле чему-то учит вообще известно что каждое действие человека она направлена для то есть она самому ему же нужно и и этот своеобразный обмен энергии обмен опытом информации между мной и моими учениками по бизнесу для меня расширяется кругозор что можно заниматься вот этим бизнесом что там есть такие то задачи что есть такие то вопросы вот а я свою очередь делюсь своим опытом там по мотивации по тайм-менеджменту по управлению персоналом по маркетингу по продажам с компетенции мне очень много я с этими людьми делюсь и здорово у меня есть из этого довольно широкая картина понимания того что нужно бизнесом и мысли в этом направлении как раз я создаю сервисы которые помогают бизнесом продвигаться в интернете учитывать продажи конверсии смотри еще такой один момент у нас опять же смотрят люди кто-то хочет сделать бизнес у кого-то есть бизнес кто-то дома сидит бухает но это как бы нормальная наша аудитория благодаря некоторым каналам с кем мы записали интервью и активно сотрудничаем их аудитория к сожалению но сейчас они занимаются активно спортом но до этого они немножко выпивали все но не суть смысл в чем дай пять советов которые считаешь нужными что людям нужно вот ключевое в бизнесе чтобы сделать бизнес и чтобы бизнес стал на рельсе так сейчас придумаем значит первое это экспериментировать то есть есть какая-то гипотеза не нужно выстраивать огромные системы чтобы чтобы это все уже хорошо работало долго выстраивать а потом запустить чтобы было все отлично лучше сделать какой-то небольшой эксперимент проверить свою гипотезу убедиться что это в этом случае работает и тогда уже развивать как это сделано для купонатора там за два часа первый проект вот если бы я сделал то же самое с со своим первым проектом это был проект про аудиоверсии статьи вот я бы потратил на него в сотни раз меньше времени то есть взял бы там диктора записал бы озвучил бы статью выкинул бы на какой-нибудь бесплатный хостинг и вот и сказал бы вот ребята пользуйтесь и посмотрел бы что происходит да то есть первое это эксперимент дешевые простые эксперименты для выявления насколько бизнес идея работает вот второе второе это важно все считать то есть вы что-то пытаетесь запустить вот вложили какие-то определенные деньги на выходе получили там два раза меньше денег и поняли что она не работает вот нужно выяснить почему она не работает сколько денег было вложено на каждом этапе на каждый канал продвижения и благодаря этому можно выявить слабые стороны вашей системы перестроить ее так чтобы система работала и приносила деньги вот это второй момент важно считать то есть второй момент важно считать первые эксперименты второй важно считать 3 еще три момента нужно сложно давайте один еще хотя бы скажу я сам понимаю 5 сходу придумать способов что вам делать то есть это я бы так вам сказал первое бросить пить второе курить третье заняться спортом 4 найти женщину и 5 родить детей вот собственно 5 советов которые дал бы я вам сходу сейчас на марк свое видение на самом деле все это очень сильно взаимосвязано когда есть когда вы сделаете первое проэкспериментируйте и выявите бизнес-идей которая хорошо работает когда вы начнем научите считать вот тогда у вас не будет желания пить не заниматься спортом когда вам захочется просто жить там яркий насыщенный жизнью вот поэтому все это очень сильно взаимосвязано вот и третье тогда я скажу что очень важно это быть наполненным и впитывать очень много энергии для реализации себя как бизнесе так в жизни в личной жизни вот для этого опять-таки нужно вести и здоровый образ жизни нужно тебя получать от своей деятельности быстрых хорошие положительные результаты это очень сильно заряжает третий пункт он такой всеобъемлющий заряжающий короче энергия занимайтесь своей энергией энергию нам дает все пять пунктов о которых я говорил ранее ну что ж марк есть еще одна у меня такая рубрика рубрика таких знаешь вопросов с подковыркой называется и один из моих любимых как вопросов которых которые я люблю задавать это вопрос о чем думал барон мюнхаузен когда летел на ядре это мне нужно сейчас делать предположение чему ну да любые гипотезы просто это важно очень вопрос на самом деле мирового значения потому что он думал о том как же все таки здорово лететь на ядре и получать невероятное ощущение вырывать себя из контекста обычной жизни расширять свои границы видеть что происходит с высоты полета ядра то есть по сути барон мюнхаузен летя получал 1 2 3 1 протестировал гипотезу 2 2 соответственно он посчитал что он долетит и 3 он зарядился энергией получил мотивацию и собственно вот спасибо тебе марк за интервью было очень приятно с тобой пообщаться спасибо вам здорово ну я к тебе еще в гости заеду вы были на канале дениса кузнецова в гостях марк малиновский не забываем про люки резвизор подписывайтесь здесь справа слева где-то в углах всем привет пока привет пока пока привет а а но а 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 Субтитры подогнал «Симон»